Интересная была ситуация, мы не заявляли на эту выставку, мы считали, что преждевременно, значит все заявки уже как бы срок подачи истек, как полгода, и вдруг они сами написали нам письмо, мы хотели бы, чтобы вы выставились на этой выставке и дали место рядом с Иваном Маском с его гиперпетлой. Это была института. Это как-то министерство промышленности в Германии. И у нас будет серьезная экспозиция, мы уже экспонаты начали изготавливать. Это будет Юнибаль и Юнибус городской. Причем машина полномасштабная, настоящая, которая потом будет бегать здесь. Мы ее должны сделать до сентября, потому что надо еще за таможник завести туда и так далее. Поэтому, кто захочет, может приехать на выставку и посмотреть на наших целях. Я уверен, что мы лучше представим эту технологию, чем Иван Маск, потому что на самом деле гиперлопа не существует. Это фантазии даже не инженеров, а дизайнеров. Они рисуют, даже не понимая, что они рисуют. Это смешно то, что они хотят показать. Это полностью неработоспособная вещь. И это было понятно, но через несколько лет, не сейчас конечно. В вакууме двигаться с помощью воздушной подушки. Не смешно? Да? Да. Значит... Ну, по-моему, они от этого отказываются. Они хотят, значит, рассаживать воздух, турбины в вакуум, там миллиметр трудного столба. И этот воздух загоняет, ну, миллиметр трудного столба к стенкам и вот по этой воздушной подушке двигаться. Забывая о том, что даже миллиметр трудного столба, это все равно есть атмосфера. Мы просто ради интереса сделаем расчеты, то, казалось, будет дикое сопротивление, хотя там вроде как вакуум. Значит, и давление на боковых стенках корпуса будет одна атмосфера. А впереди вроде как миллиметр. И там такие мощности нужны, такие расходы энергии. Ну, это просто безумие с инженерной точки зрения. Ну, пусть делают, ну... Они налогу якобы следовали, много чего делали один раз. Ну, пусть здесь все готово вызывается. Спасибо. Спасибо. Спасибо.